Здравствуйте! Программа «Стихия» снова в эфире. Рад приветствовать вас на нашей очередной литературной встрече. А у нас в студии во второй раз замечательная гостья, замечательный человечек, невероятно талантливый, начинающая поэтесса Лиза Богаченко. Я думаю, многие наши телезрители ее уже узнали. Лиза, добрый день! Рад, что ты нашла время, еще раз вот пришла к нам. В нашей студии всегда тебе рады. Рассказывай, вот начался новый учебный год, закончилось лето. Как, кстати, новый учебный год для тебя начался? Здравствуйте! Учебный год начался очень хорошо. Нам дали новые нюники, а на следующий день мы уже пошли в школу. Я сижу за первой партой и все время получаю пятерки. Чем сейчас занимаешься? О чем сейчас пишешь? Какие у тебя задумки? Я знаю, что у тебя творчество бурлит, бурлит, бурлит. Вот расскажи. Я дописываю стихотворение «Уральский родослов». Ух ты! В нем говорится о моей прабабушке. О том еще, что все мои предки жили на Урале. Еще я планирую написать стихотворение о дельфиненке, который учился в школе и все время получал двойки. Лиза, вот интересно, у тебя темы иногда бывают вот такие добрые, детские, иногда ты в очень серьезные темы обращаешься. Вот, например, о своем дедушке ты писала, сейчас вот о своих предках, да, получается. Кто тебя на эти темы вдохновляет? Как ты, вот почему ты решаешься вот обратиться именно к этому? Иногда я пишу стихи про моих предков, потому что бывают праздники, например, 23 февраля. И вот поэтому я вспомнила дедушку и решила написать ему стих. А в один день был день рождения моей бабушки. Я вспомнила мою прабабушку Фешу. Ну, я знаю, что ты сейчас усиленно занимаешься иностранными языками. Вот чему ты сейчас еще вот посвящаешь свое время? Я посвящаю время русскому языку и математике. По русскому языку я пишу изложения и сочинения по репродукциям картин. Левитана, Шишкина и многих других. Ух ты! То есть ты описываешь эту картину в словах, получается? Да, я описываю так. Сначала я описываю первый план, потом второй, а потом уже дальний план. На прошлой встрече ты говорила, что ты собираешься писать стихотворение, посвященное Путину и Пушкину. Да, все-таки написала. Написала, да. Ну, мы прочитаем это чуть позже. Я знаю, что у тебя недавно, недавно как, несколько лет назад, состоялась встреча в Москве с Александром Сергеевичем. Вот расскажи нам об этом случае. В пять лет я была в Москве. Я с мамой гуляла по Красной площади. Я увидела Пушкина. У него был цилиндр, черное одеяние. Я подошла к нему и поздоровалась. Он сначала удивился, что такая маленькая девочка и поняла, что я Александр Сергеевич Пушкин. Он со мной поздоровался. Мы с ним познакомились. Я сказала, что меня зовут Лиза, а он уже не стал говорить, что его зовут Александр Сергеевич. Потому что это я сразу уже поняла. Мы с ним прогулялись по Красной площади. А как только я увидела Кремль, я спросила, а вы здесь живете? А он ответил, нет, здесь живет наш царь. А я спросила, а кто наш царь? Он сказал, Владимир Владимирович. И я собираюсь к нему на прием. Несколько лет спустя я, конечно, поняла, что это был человек. Но кудри у него были натуральные. Аж цилиндр подымался. Лиза, я знаю, что ты занимаешься английским языком, изучением вплотную. И мы сейчас затронули тему как раз творчества Александра Сергеевича Пушкина и английский язык. Я знаю, что ты подготовила для нашей передачи небольшой отрывок из произведения как раз этого великого поэта. Не могла бы ли ты сейчас прочитать для нас? Могу. Я знаю, что ты продолжаешь. Замечательно. Если честно, я вот в первый раз услышал эти строки на английском языке благодаря тебе. Ну, я знаю, что мы затронули тему стихотворения твоего первого, которое ты для нас чуть позже прочитаешь. А я знаю, что ты еще одно подготовила, дописала. Кстати, на прошлой передаче ты тоже говорил об этом стихотворении, о пингвиненке. Расскажи вот о чем оно и как к тебе вообще пришла эта идея написать. Это стихотворение о пингвиненке, который заболел, и родители решили ему закопать нос. Но он этого побоялся и решил сбежать. И он приплыл в Африку на ките. Там он дружил с жирафом. Сам он ел рыбку, а ночью, чтобы не замерзнуть, он в песок прятался. Но пингвин вскоре загрустил, потому что он был один у мамы. И папа часто о нем заботился. Он, может, сейчас постарел. И он, и этот пингвин решил приплыть домой. И вскоре он оказался дома. Там его все узнали. Ему надавали щелбанов по носу. И извлек один урок, этот пингвин. То, что он должен слушаться, что ему говорит папа и мама. А что ему запрещает. Мораль, что слушаться надо старших родителей. Да. Замечательно. А вот как к тебе пришла эта идея? Где-то ты увидела пингвиненка или как так получилось? Я была в Геленджике. Так. Там был пингвинарий. Там были морские котики. А на дальнем отделении были пингвины. И возле вакуума там лежал пингвиненок. Он был очень грустный. И он свисел носик. Я подумала, что он заболел. И спросила у мамы, почему ему не могут закапать носик. А мама сказала то, что я не знаю. И этот вопрос часто стал меня тревожить. Я все-таки решила написать об этом стихотворение. Я подумала, что дети могут тоже бояться лечиться. И я решила, когда я стану дипломатом, во всех детских поликлиниках мира будут клоуны в лифтах. А у них будут леденцы и шарики, чтобы они катали детей. А вместо белых халатов у врачей будут цветные. А вместо колпаков будут шапочки в форме кексиков. И чтобы в каждом процедурном кабинете был телевизор с мультиками. Чтобы дети на них отвлекались. И врачи могли спокойно сделать им прививку. Замечательно. Замечательно. Я прям вот ты рассказывал. Я прям представил этот замечательный мир. И еще раз, дорогие зрители, убеждаемся, что наше будущее в наших детях. И дай Бог, чтобы наши дети действительно сделали этот мир лучше. Я верю, что они сделают этот мир лучше. В частности, вот Лиза Богаченко, которая обязательно достигнет своих целей. И принесет добро так, как она приносит добро сегодня в эту студию. Спасибо, Лиза, большое за то, что ты пришла. За интересную беседу. Я желаю тебе, чтобы все, что ты задумала, все твои цели сбылись. Я знаю, что ты... Я уверен, что ты на этом не остановишься. Что ты еще новое-новое будешь все время пробовать. Я буду с интересом следить за всеми твоими успехами и ждать тебя и в третий, и в четвертый. Каждый раз ждать тебя в нашей студии. Я всегда рад тебя здесь видеть. Спасибо тебе большое за позитив, за хорошее настроение и за вот этот свет, который ты приносишь людям. И вот, и я просто так тебя отпустить не могу. Ты вот рассказала нам про стихотворение про Пушкина и Путина и про пингвиненка. И я думаю, все наши зрители уже напряглись, они ждут, они хотят слышать. Вот в рамках нашей следующей рубрики прочитай для нас. Хорошо. Спасибо. О времена, о нравы в старину твердили, Про тех, кто молотую виска крутили, Но жизни, ах, жизнь, она, увы, не ждет. И у нее, представьте, свой неспешный ход. Об этом нам писал кудрявый паренек. Хорош собой, ростом невысок. Поэму про Руслана и Людмилу народу подарил и не унес в могилу. А сколько сказок детям написал! И дядька Черномором всех пугал. Стих написал своей любимой няне. А позже сказку о царе Салтане. Вы догадались, это Пушкин, Александр, Что ни на есть живой нефтиандр. Для нас, потомков, он сейчас воскрес. Да разве нет сейчас каких-нибудь чудес? На раз, два, три он тут же появился. И, оглядясь, тот час перекрестился. И снова оглянулся, подышал. Куда-то вдаль, глядя, в полголоса сказал. Что вижу я? Не сплю ли я сейчас? Да, разум мой с годами не угас. Москва передо мной, любимая столица. Ты словно шамаханская царица. Гулял поэт по улочкам Москвы. Девчонок-школьниц называл на вы. По Александровскому саду погулял. Немного у фонтана постоял. Не дрогнул глаз у нашего поэта. Когда он понял, что Москва одета В парчевое золотое одеяние. Соборов и церквей господнее сияние. Да, выдохнул поэт и дальше устремился. На колесе на чертовом он в парке прокатился. На храм Христа смотрел, потом пошел в музей. И там, представьте, повстречал друзей. Поэтов, музыкантов, декабристов. А сколько было там знакомых нам артистов. Свой век они в Москве прожили. Дружили между собой. А может, не дружили. Снял свой цилиндр, поэтому поклонился. И, как обычно, спешно удалился. На красной площади он смотрит на куранты. Гуляют здесь туристы, эмигранты. Поставив на брусчатку свою трость. Воскликнул Пушкин. Я ведь здесь не гость. Яминина с Пожарским здесь видал. Собор Васильевский ребенком посещал. Народ приезжий обступил поэта. А как же! Это чудо света! Сам Пушкин Александр во столице. Ну как, скажите, нам не удивиться. Хотят за руку его взять. Он восклицает. Божья мать! Я столько людо в жизни не видал. Хотя балы театры посещал. Под крик толпы наш Пушкин удалился. И на коломенских просторах очутился. Взглянул на домик первого Петра. И сдал он троекратное «Ура!». Сел он на речной трамвайчик упричало. Душа его от радости кричала. Кто в городе глава? Холоп или дворянин? Ему вдогонку все кричат «Собянин!». Ай да Собянин! Ай да молодец! Ученый муж и не болтун, и не подлец. А созидатель белокаменной столицы. Всем зодчим мира у него пора учиться. «Кто царь Руси сейчас?» Кричит наш Пушкин людям. А люди громогласно вторят. «Путин!». Не сказав ни слова, ни полслова, Наш Пушкин едет в Ново-Огарёво. Он не видал до этого момента Любимого народом президента. Его увидел Пушкин и заметил. Лик президента чист и образ светил. Чуть позже произнес поэт спокойно. Умён и держится достойно. Счастливым будет с ним честной народ. Из века в век, из года в год. Потом зашёл в дремучий тёмный лес. И помахав рукой, тихохонько исчез. Да, чудные дела у нас творятся. Поэты с президентами роднянца. Как встретился Столыпин и Распутин. Так Пушкина порадовал сам Путин. Вот такой насыщенный выпуск получился у нас на этой неделе. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч, дорогие друзья. Любите поэзию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин